Есть здесь, нет? Можем мы где-то заложить, здесь сегодня предусмотреть строительство детского садика? Конечно, Василий Ильич. Во-первых, здесь территория микрорайона Зеленстрой-2, где один детский садик уже строится. И один планируется. И один планируется застройщиком в рамках комплексного освоения. Тоже будет возведен там 17 годов. Но все равно здесь далеко ваших. Здесь расстояние на самом... Конечно, это одна улица, и, соответственно, здесь расстояние метров, ну, не знаю, 200, максимум 300. И улицы не магистральные. И плюс территория запланированного детского садика именно в рамках вот этого проекта планирования. Если мы понимаем, что у нас там порядка 30 миллионов уже готовы люди перечислять в виде добровольной поджертвы, давайте мы лучше заложим эти 30 миллионов на пиры начала строительства и начнем строить этот детский сад. Объем большой, 37 тысяч метров, поэтому по-любому здесь детей будет много. Детский сад по-любому нужен. Поэтому давайте начинать детский сад строить, а дальше микрорайон все равно у нас перспективно. Так, Докуша у нас выступает в этом вопрос. Да, пожалуйста. В результате рассмотрения данного вопроса на создание рабочей группы в районный совет были выявлены нарушения действующего в законодательства в части строительства без разрешения. В связи с этим заявить, что будет привлечено к административной ответственности. Конечно, такие случаи мы допускать больше не должны. Если такие вещи происходят, вы же члены рабочей группы. Вы же знаете, что у вас висит выданное разрешение на строительство. Ну, что тянуть-то? Понимаете? Сами мы должны выходить. Вот я глав администрации района сегодня собирал. Я сказал им, коллеги, инвестора нужно сопровождать. Соответственно, Юрий Юрьевич, поручение вам. Если есть, соответственно, срывы сроков строительства по нашим причинам, еще раз повторяю, если мы разрешение выдали, то мы должны уже инвестора сопровождать. Значит, сами выносите инициативу, помогайте, врубайтесь, и помогайте инвестору, соответственно, реализовывать свои права. Долгие, длительные и тяжелые консультации были и с архитектурой, и с МИЗО. И вот решили, что такой компромисс найти. Сделали по углу девятиэтажек за свой счет облагородить. Как сделать такую зону отдыха, потому что на данный момент... Но вы просто не ошибаетесь, когда вы хотите все-таки строить... Просто вот смотрите, объект, который построен плохо, то вы просто, ну, как сказать, если он не будет нести вам прибыли, вы будете сами мучиться, а денег вложите гораздо больше. Вариант подземной парковки, ну-ка, назад сделайте, пожалуйста, посмотрим. Даже он представляется достаточно сомнительным просто по эксплуатации, потому что въезд-выезд, здесь, конечно, расчеты приведены, но это, знаете, когда виртуозы вождения заезжают здесь и миллиметражами занимаются. Поэтому очень узкие, и с точки зрения потенциального строительства не... А земля как выделялась? Ну, это была процедура еще предварительного согласования, то есть, те процедуры, которые начинались еще в 2009 году, мы в свое время отказались заключать договор аренды, заявитель обращался в арбитражный суд, арбитражный суд, ну, опять же, ориентируясь на ту нормативную базу, которая есть, он обязал мне заключить договор аренды, тем не менее, мы свою позицию озвучивали изначально, мы заключили... Решение суда исполнили, да, тем не менее, мы сейчас оставались и остаемся на том мнении, что данный земельный участок для строительства не пригонит, та концепция, которую сегодня застройщик предлагает, она не позволяет ни надлежащим образом въезд вывезти, обеспечить на подземную парковку, ни, соответственно, построить объект, который станет с архитектурной точки зрения украшением города, а не навредит ему. Коллеги, давайте не будем принимать решение, давайте пообсуждаем, пускай с людьми встретятся тогда, давайте пообсуждаем.